Следующий доклад, который отражает другой аспект затронутой проблемы, Камышова Елена Сергеевна, доцента кафедры внутренних профессиональных болезней ревматологии Сеченского университета. Доклад «Поражение почек, ассоциированное с противоопухолей терапией. Что следует знать терапевту?» Спасибо, Наталья Викторовна. В последние годы достигнуты значительные успехи в разработке и внедрении в клиническую практику новых противоопухолевых препаратов, которые значительно улучшили прогноз пациентов и, как правило, характеризуются более благоприятным по сравнению с предыдущими поколениями препаратов профилем безопасности. Тем не менее, они не лишены побочных эффектов, способны вызывать нежелательные явления, которые в ряде случаев могут стать причиной прекращения лечения. Это, естественно, ухудшает прогноз пациентов. И в этом отношении большое значение имеют нежелательные явления со стороны почек, поскольку именно состояние функции почек определяет течение многих процессов в организме. Противоопухолевые препараты условно можно разделить на средства традиционной химиотерапии, которые препятствуют размножению всех быстро делящихся клеток, влияя главным образом на синтез образования ДНК. Таргетные препараты, которые воздействуют на конкретные молекулы мишени, обычно это белки или ферменты, которые необходимы для роста опухоли. И препараты иммунотерапии. И среди них особое внимание я хочу уделить ингибиторам иммунных контрольных точек, которые характеризуются принципиально новым по сравнению со стандартной иммунотерапией механизмом действия. Они не стимулируют иммунный ответ, а устраняют факторы, препятствующие ему развитию. И об этом немного подробнее. Опухолевые клетки синтезируют не антигены. Антиген, презентирующий клетки, распознают эти антигены и представляют Т-лимфоцитом. Лимфоциты активируются, мигрируют из лимфоидной ткани к ткани опухоли, где распознают злокачественные клетки и уничтожают их. Для того, чтобы Т-лимфоцит активировался, необходимо два сигнала. Один из них является связывание Т-клеточного рецептора, расположенного на Т-лимфоците, с главным комплексом гистосовместимости. А второй сигнал обеспечивается взаимодействием рецептора CD28 на Т-лимфоците с группой молекул из семейства B7. Одновременно Т-лимфоциты экспрессируют ингибиторные рецепторы, связывание с которым тормозит Т-клеточный ответ и обеспечивает толерантность к собственным антигенам. Эти рецепторы и получили название иммунных контрольных точек. Одной из таких точек является антиген цитотоксических Т-лимфоцитов 4, это CTLA4, который относится к тому же семейству молекул, что и рецептор CD28 конкурирует, соответственно, с ним за леганды, но обладая более высокой афинностью, связывается, естественно, быстрее и приводит к анактивации Т-лимфоцитов, препятствуя сбыточному иммунному ответу. Оказалось, что опухоль способна экспрессировать на своей поверхности молекулы иммунных контрольных точек, инактивировать Т-лимфоциты, ускользая таким образом от иммунного надзора. Моноклональные антитела, которые селективно блокируют определенные, соответствующие им молекулы иммунных контрольных точек, устраняют вот эти вот тормозящие влияния и усиливают таким образом противоопухолевый иммунный ответ. На этом слайде представлена другая контрольная точка, это рецептор запрограммированной гибели клеток 1, PD-1 и его леганды PD-L1 и PD-L2. Связываясь с легандами, рецептор PD-1 снижает эффекторную активность иммунных клеток в периферических уже тканях, предотвращая развитие аутоиммунных реакций. И, соответственно, рост опухоли. К нему разработаны моноклональные антитела, и не только к нему, но и к его легандам. Точками приложения нефротоксического действия противоопухолевых препаратов могут быть все почные структуры, и клубочки, и канальцы, и сосуды, и интерстиции. Механизмы повреждения почек включают снижение перфусии, прямое токсическое повреждение клеток, как канальцев, так и эндотелия, дисфункцию эндотелия внутрипочных сосудов, образование кристалла с обструкцией почных канальцев, например, при прицепитации нерастворимых препаратов и их метаболитов в моче, в канальцах, аллергические реакции, которые могут развиваться у некоторых пациентов, приводя к острому интерстициальному воспалению. И, наконец, иммуноопосредованное поражение клубочков и интерстиции. При этом интересно, что один и тот же препарат может вызвать повреждения различных отделов нефрона, а механизмы вот этого поражения могут в значительной степени пересекаться. На выраженность нефротоксического действия противоопухолевых препаратов прежде всего влияет сам препарат. В результате длительного применения высоких доз повреждение почек может развиться даже в отсутствии факторов риска. Имеет значение и сопутствующая терапия, поскольку применение препаратов с потенциально нефротоксическим действием, например, тех же НПВП, регенконтрастных средств, антибиотиков, ингибиторов протонной помпы, которые часто назначают онкологическим пациентам, повышает риск развития нежелательных явлений со стороны почек. Усугублять потенциальное нефротоксическое действие также могут факторы со стороны пациента. Например, пожилой возраст и женский пол иногда ассоциированы со снижением содержания жидкости в организме, а в некоторых случаях еще со скрытым снижением скорости клубочковой фильтрации, несмотря на нормальные уровни креатинина. Гиповолемия, следствие потери жидкости, например, при диарее, или снижение эффективного объема циркулирующей крови при асците, при сердечной недостаточности, при сепсисе, например, когда развивается шок, приводит к гипоперфузии, которая сама по себе является одним из механизмов нефротоксичности. Метаболические нарушения также увеличивают уязвимость почек к воздействию потенциальных токсинов, так тяжелая гиперкальцимия вызывает спазм, приносящий артериулы, приводя гипоперфузии, а изменение ПАЖ мочи может усиливать процессы кристаллообразования в канальцах. И, безусловно, наиболее значимым фактором является предсуществующее заболевание почек, особенно с нарушением функции. И в этом случае воздействие препарата происходит в условиях уже исходно сниженной массы действующих нефронов. Соответственно, нефротоксическое действие проявляется раньше и при более низких кумулятивных дозах. Кроме того, при снижении фильтрации изменяется и фармакинетика ряда препаратов, которые экскретируются почками, и в результате они могут накапливаться быстро в организме уже в токсических дозах. Носительство определенных вариантов генов, которые связаны с особенностями иммунного ответа, также может быть ассоциировано с увеличением риска иммуноопосредованного повреждения почек или развития аллергических реакций. Нефротоксичность могут увеличивать генетически обусловленные нарушения метаболизма лекарственных средств, например. Нежелательные явления со стороны почек варьируют от бессимптомного повышения креатинина до тяжелого острого повреждения почек, требующего диализа, и от минимальной протеинурии до развернутого нефротического синдрома с возможными осложнениями. Часто наблюдаются выраженные канальцевые нарушения. Фактически поражение почек представлено всеми мочевыми синдромами, но чаще всего среди них встречается острое повреждение почек, которое может развиться в результате применения любого противоопухолевого препарата и часто сочетается с другими синдромами и с поражением канальцев, но может сочетаться и с нефротическим синдромом в том числе. Диагноз острого повреждения почек устанавливают в соответствии с критериями Кедига 2012 года, и по своему механизму его также можно разделить на преринальные вследствие перфузии, ринальные, связанные с повреждением всех структур нефрона, и постринальные вследствие обструкции собирательной системы. Морфологическим субстратом поражения почек, и в частности острого повреждения почек, чаще всего является тублоинтерстициальное поражение. И в первую очередь острое повреждение канальцев или острый канальцевый некроз. Причиной его может быть как прямое повреждение клеток, так и гипоперфузия. Причем эти механизмы могут пересекаться, и исходная гипоперфузия в дальнейшем может привести к ишемическому повреждению с развитием острого канальцевого некроза. Также встречается интерстициальный нефрит, связанный с реакциями гиперчувствительности или ему на посредном повреждении кристаллической нефропатии. Ну и в исходе ряда этих поражений может развиться хронический тублоинтерстициальный нефрит. Здесь представлено тублоинтерстициальное поражение у пациента, получавшего цесплатин. Видны уплощенные неправильной формы эпителиоциты с вакуализацией цитоплазмы. Здесь видны участки оголения базальной мембраны канальцев и мононукулярная инфильтрация. На этом слайде биоптаты пациентов, получавших ингибиторы иммунных контрольных точек, очень явный тубулит, то есть воспаление канальцев, посмотрите, с размытыми контурами у пациента, леченого пембролизумабом. И это ингибитор PD-1 иммунно-контрольной точки. И обильная инфильтрация мононуклеарами, изнофилами, нейтрофилами у пациента, леченого эпилемумабом. Это описание случая, очень наглядная картинка пациента, у которого развелась кристаллурия на фоне терапии метатриксатом. И здесь вот кристаллы в моче, при световой и микроскопии в поляризующем свете представлены. А ниже фото препаратов почки видны кристаллы золотистого цвета, это кристаллы метатриксатов в просвете канальцев при разных окрасках. Другим морфологическим вариантом поражения почек является тромботическая микроангиопатия. Она может быть следствием как прямого повреждения эндотелия, снижения содержания сосудистого эндотелиального фактора роста в клубочках почек. Также обсуждается образование антител КАДАМС-13 и дезрегуляция пути активации комплимента у пациентов с исходными генетическими нарушениями в системе комплимента. На фото представлены характерные для тромботической микроангиопатии изменения участки обнажения эндотелия, мезангиолиз, скопления эритроцитов в просвете канальцев, удвоения базальных мембран. Описано несколько вариантов, два варианта тромботической микроангиопатии, которые характеризуются рядом отличий. Так, тромботическая микроангиопатия первого типа развивается на фоне стандартной химиотерапии. Она дозозависима, необратима, тромболокализуется в артериолах и капиллярах. В то время как тромботическая микроангиопатия второго типа развивается на фоне антивИДЖФ терапии, может возникнуть в любой момент времени после начала лечения, обратима и поражает только капилляры клубочков. Проциоопухолевые препараты могут приводить к крайне разнообразному гломерулярному поражению. Описаны подоцитопатии, иммунокомплексные гломеры унифриты, малоиммунный гломеры унифрит, как ансипозитивный, так и ансинегативный. Механизмы четко не установлены, но обсуждается прямое повреждение клеток или иммуноопосредованной реакции. Последствия нефротоксического действия противоопухолевых препаратов могут быть довольно серьезными, особенно в остром периоде. Возможно развитие жизнеугрожающих нежелательных явлений или нежелательных явлений, требующих отмены терапии. Увеличивается число осложнений, продолжительность и стоимость госпитализации. И самое главное, увеличивается смертность. Это хорошо видно на представленных графиках. И обратите внимание, насколько различается выживаемость пациентов без острого повреждения почек и пациентов с почной недостаточностью. По данным многофакторного регрессионного анализа, развитие острого повреждения почек у онкологического пациента увеличивает риск смерти почти в 5 раз. Даже если пациенту удалось преодолеть рак, у него может развиться хроническая болезнь почек или терминальная почечная недостаточность, требующая проведения заместительной почечной терапии. А также артериальная гипертензия или канальцевые нарушения, которые будут иметь свои неблагоприятные последствия. Таким образом, необходимо мониторировать показатели функции почек у пациентов, получающих противопухолитерапию, чтобы своевременно выявить отклонения. Однако при этом важно помнить о других возможных причинах нефропатии, в частности, о поражении почек в рамках сопутствующих заболеваний, сопутствующей терапии, прогрессировании опухоли. Особенно если речь идет об отмене терапии, чтобы зря не отменить препарат. Выбор тактики ведения пациентов уже с развившимися нежелательными яфлениями определяется их типом и степенью тяжести, которую оценивают в соответствии с общими терминологическими критериями нежелательных явлений. При этом нежелательное явление может быть представлено как синдромом, так и просто лабораторным отклонением, и даже клиническим синдромом, как, например, гематурия на этом слайде. И для каждого нежелательного явления выделяют 4 степени тяжести и в зависимости от них принимают решение о дальнейшей тактике ведения. Здесь представлен примерный алгоритм, который, естественно, адаптируется к конкретному нежелательному явлению, к его степени тяжести, к препарату и выбранному методу лечения. Таким образом, что же следует знать терапевту? Конечно, то, что поражение почек, индуцированное противоопухлемой препаратами, крайне разнообразно, но чаще будет развиваться острое поражение почек вследствие тублоинтерстициального повреждения. Необходим тщательный мониторинг функции почек и анализа мочи у пациентов, получающих терапию, чтобы выявить возможные нежелательные явления рана, как можно раньше и принять соответствующие меры. При выявлении этих отклонений следует исключить другие причины, не связанные с самим противоопухливым препаратом. Тактика ведения будет определяться типом и степенью тяжести нежелательного явления. И, естественно, нужно своевременно направлять пациента к соответствующим специалистам. Благодарю за внимание.